В эфире информационная программа «Свободные новости» с обзором последних событий в студии Жанна Барабанщикова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Принимают поздравления. Городке пришла официальная церемония инаугурации главы городского округа. Кредит доверия исчерпан. К следующей неделе подрядчик обязан достроить детский сад. Ковы к области. Минувшие выходные тяжелые атлеты региона съехали свободный. А теперь об этом и многом другом подробнее. По традиции мы начинаем наш выпуск с коротких новостей. Вопросы наркомании стали основными в ходе заседания антинаркотической комиссии. Одним из первых докладов выступил исполняющий обязанности военного коменданта военной комендатуры гарнизона станции Ива Князев. Он сообщил о том, что проверку на потребление наркотических средств проходят практически все военнослужащие. Тест-полоски для этих целей в части имеются. Городская больница, в свою очередь, согласно утвержденному плану профилактики, проводит лекционные мероприятия с детьми, подростками, взрослыми людьми. И при необходимости им выдаются брошюры и буклеты. К слову, на 1 июля этого года о свидетельствовании на наличие наркотиков в крови прошли 81 человек. Три результата оказались положительными. В свою очередь, представитель полиции добавил, что единственная проблема заключается в несвоевременной доставке анализов тагильский наркотический диспансер. Поскольку анализы необходимо доставлять в течение 2-3 дней, а не неделю, как это делается и сейчас. Проблему можно решить, если будет приобретен специализированный контейнер для перевозки анализов. В ходе заседания речь шла и о так называемых закладках. К счастью, на территории городка их обнаружено не было. На прошлой неделе учащиеся 9-го В-класса школы номер 25 совместно со своими классными руководителями приняли участие в акции «Сделаем школьный двор чище». Субботник проходил после уроков и, несмотря на то, что уборка заняла немало времени, школьники приняли в ней активное участие. Они не только убирали мусор с территории школы, но и прибрались на детской площадке. Несколько днями ранее в волонтерском субботнике приняли участие учащиеся 8-го В-класса. Они благоустраивали территорию родника «Лесная сказка». За время уборки ребята вынесли оттуда 4 пакета мусора. 18 сентября в спортивном зале Уральского государственного университета физической культуры завершилось первенство Свердловской области по баскетболу среди команд юношей 2000 года рождения. За победу боролись 8 команд. Спортсмены из «Свободного» в упорной борьбе вышли из своей группы, победив ребят из команды Нижнего Тагила и Полевского. В полуфинале они сразились с командой детско-юношеской спортивной школы номер 3 города Екатеринбурга и, потерпев поражение, сыгрались со спортсменами из Азбеста. Однако и здесь нашим не лыбнулась удача. В итоге четвертое место. Отметим, что лучшим перспективным игроком свободенской команды стал Александр Хуцкий. 27 сентября в концертном зале детско-музыкальной школы состоялся концерт с музыкой в сердце. Он был посвящен двум знаменательным праздникам – Дню музыки, который отмечается 27 сентября, и Дню пожилого человека, празднование которого состоится завтра, 1 октября. В музыкальном мероприятии приняли участие преподаватели и ученики всех отделений детско-музыкальной школы. Представители золотого возраста, которые присутствовали на празднике, могли насладиться произведениями Шостаковича, Баха, Чайковского, а также произведениями современных уральских композиторов. В городском округе вчера, 29 сентября, состоялась инаугурация главы городского округа. Напомним, по результатам выборов этот пост во второй раз занял Владимир Мельников. В этот же день удостоверение получили и депутаты Новой Думы. Репортаж со столь важного для городка события в нашем следующем сюжете. В Большом зале Дворца культуры яблоку негде упасть. Поздравить главу городского округа с вступлением в должность пришли не только свобочане и военнослужащие, но и первые лица муниципалитетов всего горнозаводского округа, а также областное руководство. В торжественной обстановке приняли участие депутаты законодательного собрания Михаил Вершов и Вячеслав Погодин. Хочу тоже сказать, что очевидным является признание, Владимир Вячеславович, вот тот высокий уровень доверия к вам, подтверждение авторитета, вашего авторитета, профессионализма, доверия большого населения городка. Это все на основе тех больших дел и серьезных реальных дел, которые были проведены за эти годы предшедшей работы. Это, безусловно, не мне вам объяснять, насколько это важно, насколько это вызывает особое чувство ответственности. И я думаю, что уже сегодня впереди много планов, много тех наказов, решений, проектов, которые вы уже готовы решать и решаете сегодня. В своей клятве глава муниципалитета пообещал справедливо, честно и добросовестно трудиться на благо горожан. Я, Мельников Владимир Вячеславович, вступая в должность главы городского округа ЗАТО «Свободный», торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности во благо жителей городского округа ЗАТО «Свободный». К слову, Владимир Мельников в городской политике человек далеко не новый, ведь предыдущие четыре года именно он возглавлял городок. В ближайшие пять лет планов на работу громадьем, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, школы, многоквартирных домов и модульной котельной, благоустройство дворовых территорий, реализация программы «Чистая вода», реконструкция лыжной трассы и школьного стадиона. Приступить к работе пришлось сразу же после инаугурации. Приступить к исполнению своих обязанностей и попросить депутатский корпус законодательного собрания поддержать наш вопрос о выделении 5,5 миллионов рублей на дворе скультуры. В 6 числа у нас состоится согласительная комиссия. Я думаю, что мы вместе с вами сможем решить этот вопрос. Спасибо. Напомним, главу городского округа свободчане выбрали 18 сентября. За кандидатуру Владимира Мельникова свои голоса отдали 1087 человек, а это практически 40% от числа избирателей, которые приняли участие в выборах. В единый день голосования жители избрали и новый состав Думы. Вчера, 29 сентября, 70 депутатам Думы 6 созыва также были вручены соответствующие удостоверения. Отметим, что некоторые депутаты вошли в законодательный орган городского округа не в первый раз, но между тем числе народных избранников оказались и те, для кого эта работа нова. Примечательно, что депутатский состав по гендерному признаку разделился поровну 5 женщин и 5 мужчин. У строителя компании ООО «Строймонтаж Урал-2000», который возводит детский сад «Солнышко», заканчиваются все сроки, чтобы сдать детский сад с минимальными последствиями для бюджета своей фирмы. 7 октября. В графике строительства детского сада «Солнышко» значится как «День Икс». В следующую пятницу в него приедут специалисты Государственного строительного надзора, которые проверят, готово ли дошкольное образовательное учреждение принять детей. А это значит, что у строителей есть лишь одна неделя для устранения всех недоделок. К сожалению, их оказывается немало. По асфальту. Я сейчас посмотрел. Асфальт, который в прошлом году зимой сделали, где разворотная площадка, испортился. Ну как испортился, то есть там просел, может вода была, может еще что-то, но просел в нескольких местах, то есть нужно его исправлять. В щебенки осталось завести машину, 40 тонн. Завтра придет. Разровняем и готовы. Здесь будем к укладке асфальта. Фасад докрашиваем. Остался зеленый цвет. Краску привезли. Фасад докрашиваем. Тоже пару дней уйдет. Ну и отмазка осталась. Тоже, когда придет асфальт, сразу отмазку положим. Отчет о предстоящей работе Владимир Абраменко представлял размеренно, по всей видимости, не испытывая стыда перед родителями и детьми, которые вот уже практически год ждут того дня, когда детский сад сдадут в эксплуатацию. Эта проблема беспокоит и администрацию города. Давайте определимся все-таки, сколько вам еще понадобится времени для того, чтобы закрыть работу. К слову, слышать такие вопросы представителям компании-подрядчика приходится на каждом совещании, поэтому давать на них убедительные ответы они уже научились. По словам Абраменко, строительство детского сада будет завершено 7 октября. Если строить контроль вы дадите, строить контроль надзор, зеленую бумажку, то там уже все работы, которые даже если там кто-то не делали, то они будут несущественны в процессе сдачи в эксплуатацию. Сдерживать очередное обещание или нет решать строителям. Только в этот раз за срыв сроков компания должна будет ответить немалыми денежными штрафами. Ведь в августе уже была предварительная проверка государственного строительного надзора. Ее специалисты дали подрядной организации два месяца на ликвидацию недоделок. Больше кредитов доверия точно не будет. Их лимит исчерпан. Добавим, что детский сад «Солнышко» в свободном строится в рамках областной целевой программы развития сети дошкольных образовательных учреждений Свердловской области. За все время действия данной программы в регионе отремонтировано, возвращено в сеть дошкольных образовательных учреждений и построено 340 детских садов. В том числе возведено 190 новых объектов. За три года в области удалось создать 58 тысяч мест в детских садах. На прошлой неделе в городке прошли областные соревнования по пауэрлифтингу в категории «Жим-лежа». Столько силачей город, пожалуй, не видел еще ни разу. На соревнования приехали лучшие спортсмены со всей Свердловской области. Свердловская область по пауэрлифтингу на призы чемпиона и рекордсмена мира Сергея Селезнян. Спортивное состязание свободный принимал 24 сентября. На нашу территорию, на второй кубок Свердловской области, съехалось порядка 15 городов. Порядка 15 городов Свердловской области – это и чемпионы мира, это и рекордсмены мира, это чемпионы Европы, это неоднократные чемпионы Свердловской области. Но дай бог, чтобы этот кубок был у нас традиционный. Возраст самого юного участника – 8 лет, самому возрастному – 70. Юноши и девушки, мужчины и женщины. Кубок Свердловской области по пауэрлифтингу объединил лучших спортсменов тяжелой атлетики. Приехали те люди, которые отбираются в состав сборной Свердловской области для участия на чемпионате России, Кубке России по жиму лёжа. Как старший тренер Свердловской области среди жимовых сборных, уже увидев участие в соревнованиях юнош и юниоров, уже увидел улучшение результатов, поэтому сборная у нас крепнет, улучшается, сформируется новый состав. Ветераны уже среди женщин радуют, так что ждем продолжения. Пауэрлифтинг – это такой вид спорта, которым, по словам экспертов, заниматься никогда не поздно. Это доказал и Николай Хабибуллин. На соревнования он приехал с севера нашей области, города Серова. В свои 70 лет он с лёгкостью выжимает 100 килограмм. Сначала пошел в лёгкую атлетику, бегал десятку. Потом пошел в бокс, у меня дядька был тренером. Потом, ну, говорят, что у меня руки длинные, так в бокс можно было. Затем в борьбу пошел. Ну, везде, в общем, доходил, где-то до первого разряда, где-то до второго разряда. Ну, а в армии увлекся тяжелой атлетикой. Там пригласили, просто не было, не было человека в команде. Я вес был, у меня 56 килограмм всего. Взрослым спортсменам не уступает и молодежь. В этом году городской округ ЗАТО «Свободный» представляет неоднократная чемпионка Свердловской области, действующая рекордсменка чемпионата УРФО, призер чемпионата России среди спортивных школ, 15-летняя Вероника Кашина. Когда он открылся, у меня попросили просто прийти посмотреть, что там. Когда я пришла, я увидела штанги. А я хотела заниматься там штангами, боксом. Но у нас бокса нет, и я пошла в тяжелую атлетику. В моем возрасте, когда занимаются в такой промежуток времени, обычно достигают не таких результатов, как я. У меня, например, стального тяга 100 килограмм, жим лежа 47,5 и присед 85 килограмм. Но Вероника была не единственной, кто в этой нелегкой борьбе прославлял родной «Свободный». Под руководством тренера Алексея Реутова еще выступали Антон Панченко, Денис Получаев и Данил Уколов. Под руководством тренера Сергея Селезня выступали Наталья Некрасова, Алексей Невоструев и 8-летний Захар Климов. Тяжелые соревнования завершились поздно вечером. Всем победителям вручили медали, почетные грамоты и кубки. А спортсменам, которые победили в абсолютном зачете, были вручены ценные призы от спонсоров. К слову, призовой фонд соревнования составил 160 тысяч рублей. Между тем, прошедшие масштабные соревнования такого уровня – это только начало новой спортивной эры свободного, уверены городские власти. У нас в планах есть строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта. Обязательно там должен быть представлен футбол, баскетбол, волейбол. Чтобы этот комплекс как можно больше привлекал наших свободчан к здоровому образу жизни. А также мы планируем отреконструировать наш школьный стадион. Потому что те номеры ГТО, которые существуют, их необходимо будет школьникам сдавать. Я думаю, что все у нас за эти пять лет получится. Отметим, что Кубок Свердловской области является своего рода отборочным этапом и дает спортсменам шанс войти в состав сборной области и побороться за победу в Кубке России и Чемпионате России. Кубок Свердловской области Около 600 совобачан пятницу 23 сентября решили встретить по спортивному. Все неравнодушные к легкой атлетике в этот день приняли участие в Дне бега Кросснации. Последний рабочий день недели близится к завершению, а на главной площади города у дворца культуры не протолкнуться. Легкоатлетическое испытание решили пройти люди разных профессий и возрастов. Ежегодно в сентябре администрация городского округа «Затосвободный» и детская и юношеская спортивная школа проводим спортивное мероприятие «Роснации». Цель этого мероприятия – привлечь как можно больше людей, заниматься физической культурой и спортом, привлечение к здоровому образу жизни. Мы стараемся создать наилучшие условия для проведения этого мероприятия. Мы создаем хорошее настроение при помощи музыки. Мы готовим горячий чай нашим участникам. Первый старт для вип-персон. Дистанцию в 1000 метров участники этого забега преодолевают на одном дыхании. Следом за ними для участия в семейном забеге на старт выходят три семейных пары. Первыми к финишу пришла семья Васильевых. Правда, на награждение мама с дочерью пришли вдвоем. Голову семейства вызвали на службу. Мы все пришли. Папа наш пришел побеждать. Мы пришли просто поучаствовать, показать пример. Во-первых, своим ученикам, потому что я как учитель в культуре. И плюс уже как-то заинтересовываются у ребенка. Один километр также пробежали младшие школьники. А вот старшеклассники, взрослые и военнослужащие преодолевали уже 1850 метров. Для многих участников эта дистанция ерунда. Я с десяти стал заниматься лучшими гонками. Выполнил кандидат в мастера спорта. После учебы высказал только. Пришел по контракту служить. Войскоучаствую в 143. И тут периодически сопоучаствую, продолжаю заниматься. Просто времени не так много со службой. Кто хочет, тот найдет возможность. Были и те, для кого победа на крусе нации уже стала доброй традицией. Так, 11-классник Вадим Нагаев первым преодолевает дистанцию уже второй год подряд. Ну, уже на первом повороте. Мне уже было как-то тяжело. И двигался в одном темпе. Ну, больше было зло и пришел первый. Наравне с молодежью бежали и взрослые. Главный специалист Думы, 53-летний Анатолий Михайлов, в этот день на время отложил важную работу. Переоделся в спортивный костюм и вышел на старт. Я всегда с хорошим настроением на такие соревнования выхожу. Мне нравится бегать. На участие награждается выставая часть 93-41. Молодежь, люди пожилого возраста, все бегут. Добавим, что в декаде спорта в Свердловской области приняли участие около 500 тысяч человек. На сегодня это все новости. Читайте газету «Городской вестник», которая продается только в пяти магазинах города. Гурман, тополек, центральные пингвины и продукты. А также заходите на наш сайт город.ns.ru и будьте в курсе событий городов Верхней и Нижней Солды, а также региона. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok